Ребятушки, всем привет! Всем доброе утро! Всех вас целую, люблю до луны и обратно. В общем, мы с Белой на почту собрались. Почта у нас здесь недалеко, и хотели пешком пойти. Но вот такая вот грязища, все равно, видите, вот в переулках вот такая вот грязь. Она говорит, что пойдем пешком, говорит, сейчас у Мары, говорит, попросим, это сын ее, говорит, он отвезет нас. Ну, в общем, так собрались, не стала я одеваться, по-быстрому так выскочить, по-свойски, по-аульски. Так что, ребятки, встретимся с вами. Девочки, на почте. Вот, 15 литров, 1270. Вот такая почта у нас. Че тут только нет? Я сейчас там перевернула, там товар считаю. Ну, пересчитывая, вернее. Целый магазин. Тазик с крышкой. А вот эти вообще берут сканворды, кроссворды? Да, да, да. Берут, да, еще? Да, прям на раскладную. Берут. Вон мясорубка Polaris 4200. Сковородки. Даже вон шоколадки, почта Россия. Да, брендовый. Ага, брендовый, да. Фирма. Фирма. Игрушки, вон почта России. Тоже. Че тут, часы. Конфеты крупным, рупы. Я вообще, вот пока не приехала на днях и не знала. Вон кружки по 48 рублей, эти стеклянные. Они даже в городе 50 рублей у нас стоят. Кружки вон те. А, кружки. Да, они стоили 46, теперь 2 рубля добавили. Вон контейнеры. В общем, что только нет. Так, ребятушки, сейчас буду готовить. Помните, я вчера купила сыр, помидоры. Сейчас буду делать рубленые котлеты. Взяла 2 грудки. Но это у меня пойдут котлеты, как сейчас, на сегодня, так же и на заморозку. Покажу, как я их делаю. Очень классно вот так вот сделал. И всегда у тебя такое вот, даже кто-то к тебе придет, достойно, празднично. Это так выглядит все. В общем, что, сейчас шкурку сниму с них, мелко нарежу и дальше покажу, что буду делать. Ну, что, девчонки, я нарезала грудку вот так вот мелко. Ну, конечно, лучше, когда она подморожена. Но я уже прозевала этот момент. Вот, нарубила мелко лука вот на своей этой дзенгаля. 5 штук я взяла. Ну, здесь у меня получается 4, 2 грудки. Это 4 филешки. 4 филешки. Добавляю вот этот лук весь сюда. Так. Вбиваю 4 яйца. На одну филешку, наверное, ну, одно-два яйца можно. В общем, я почему-то так решила. Никакого рецепта, все, все на глаз. 4 яйца. Вот так. Дальше. Черный перец. Мой любимый черный перец. Так, добренько. Добренько, добренько. Смесь перцев. Тоже так. Ну, их слегка. Слегка. Так, добавлю еще аджики. Абхазская. Ну, это вы уже сами по желанию, как вы захотите. Хотите, добавляйте. Хотите, нет. У нас ее все любят, поэтому мы добавляем. Так. Ну, сам прикол не в том, там в этих котлетах. Да, я думаю, рубленые котлеты делают все. Чеснок не буду. У меня чесночная соль своя. Поэтому я буду солить чесночной солью. Моя знаменитая чесночная соль. Это видео прям хорошие такие просмотры набрала. Кто набрала? Видео набрала. Набрала. Так, соль. Но это я потом уже попробую попозже на соль. Так, ну и вводим муку. Ну, на одну филешку, я думаю, 3 столовых ложки будет достаточно. Здесь у меня 4. Вот, девчонки, мой контейнер. Я им пользуюсь. Так классно. И здесь же и ситечка у меня лежит. Вот, достал. Просеял, сколько тебе надо. Так. Ну, я думаю, достаточно будет. Много муки тоже не надо. Много тоже плохо. Ну и все. Взяла лопатку, чтобы на нервы вам не играть. Не шкрябать. И все перемешиваем. А ну, когда мешаешь, не замечаешь. А потом, когда видео, я первое раньше видео, когда снимала, ой, как начну там ложкой нашкрябывать. А на видео, это вообще, мне люди, как, давай писать. Юля, побереги наши нервы. Ну и все. Все это дело хорошенько вымешиваю, вымешиваю. Так, аджика, чтоб разошлась у меня. Это получится, девчонки, много-много-много котлет. Но я вам говорю, это впрок. Это на заморозку. Так. А у меня там еще, кстати, лук зеленый есть. Я, наверное, сейчас тоже сюда чуть-чуть подрежу. Полпучка. Макушку срезали. И вот этот низ остался. Что будет красивенько в котлетках смотреться, да? Так, ну ладно. Сейчас домешаю. И мы с вами встретимся. Ну что, ребятки, поехали. Сковородку поставила. Масло налила. Вроде бы уже нагрелась. Так. Ложим. И вот так ложкой распределяем, чтоб она была тоненькая. Огонь я сильно не делаю, чтоб она хорошо прожарилась. Но она потом еще в духовке дойдет. Думаю, по ложке будет достаточно. Ничего, что не ровная. Она будет потом смотреться, как отбивная. Ну, стараюсь так ложкой распределять, чтоб более алюминия было. Так. Видите, большая сковородка, 4 котлетки. Ну, одну достал в микроволновку, там, или в духовку. И какой-то гарнир. И шикардос. Все, вот такие вот 4 котлетки. Ну что, пусть жарятся. Все, переворачиваю. Я, наверное, думаю, я накрою крышкой, вот когда первая сторона обжарится, да? Вторую накрою крышкой. Чтоб так, наверняка. Лепятся они хорошо. Вон, видите. Ничего не ломается. Все классно. И под крышкой на медленном огне пускай доходят. Так, а я пока сыр натру. Взяла половинку пока сыра. Не хватит. Еще добьем. И на мелкой терке. Это голландский сыр. Это я брала у нас вчера. Аптубая база есть. Там цены нормальные такие. И помидорки сейчас помою, пока это все жарится. Мне надо все равно, чтобы они подостыли чуть-чуть, потому что это пойдет на заморозку. Чтобы у меня там этот сыр не поплыл. Ну, вот так вот меленько. Видите, он такой воздушный-воздушный. Все сейчас натру. Это прям беспроигрышный вариант. То есть врасплох тебя никто не застанет. Когда вот такое замороженное блюдо у тебя. Гарнир отварил. Ну, у меня, видите, сейчас микроволновки нет. А так микроволновку поставил. Пока гарнир готов, ты уже с котлетами разделся. И всегда у тебя, если гости какие-то пришли, бах, достал. У тебя всегда все есть готовое. Так. Так, ну что, девчонки. Вот, смотрите. Ну, там, конечно, жарятся еще. У меня там еще поднос я сделала. Застелила на поднос целлофан. Выкладываю вот так вот эти котлеты. Они еще, конечно, горячеваты. Надо, чтобы они подостыли. А то сыр... Сыр на них растает. Вот так выкладываю. Вообще, вариант, я вам говорю. Вас никто не застанет врасплох с таким вариантом. Хоть на простой стол, хоть на праздничный стол. Так, берем помидорку. Я их помыла. Помидоры-то я вчера брала у нас. Они были по 130. Но они, знаете, на что похожи? На сливки. Ну, я брала там 5-6 штук, по-моему, специально вот на эти котлеты. Потому что в ауле, сами знаете, то помидор нет в магазинах, то сыра нет. А это вот в комплексе. А то кинешься котлеты такие жарить, да? Это ж тебе не в пятерочке. Пошел, купил. И поэтому, я думаю, сделаю. Заморожу их. И пусть лежат. Ждут своего часа. Дети со школы пришли. Вот так гарнир сварил. По две помидорки. Они небольшие, длинненькие такие. Можно по одной, если у вас большие помидоры. Вот я целый день хожу, пою вот этот мотив. Откуда я услышала сегодня? Камка пришла в школу. Зашла, посмотрела, оценила. Это вот эти котлеты ты, говорит, вчера обещала? Я говорю, да, эти. Ну, давай, переодеваться пошла. А я поставила пюре вариться. Сейчас уже доварится. Пошла переодеваться. Приду, чтобы готово было. Я говорю, нет, готово еще не будет. Так, и вот так выкладываем. И оно там все замерзнет. Ничего с этим не будет. Потом можно даже с этих подносов переложить в пакеты, если в морозилке мало места. Но в моей морозилке я могу с этими котлетами там сама лечь. Еще и кого-нибудь прихватить. И сама и прихватить кого-нибудь. Так, сыр я не хочу, чтобы рассыпался. Надо аккуратно. Юля, аккуратно делать. Пол кусочка у меня того сыра ушло, что я вчера покупала. Сейчас я покажу. Я еще же ела. Это не все. Еще жарится там. Но именно вот это пойдет на заморозку. Оно уже все. Нуля, ну что, что так неаккуратно. У меня даже чуть-чуть осталось сыра. Мне надо будет подтереть на те котлеты. Так, сюда еще чуть-чуть. Ну что, девчонки, смотрите. Так, это уберу. Это уберем сейчас. Так, вот что у меня получилось. Вот это все у меня идет на заморозку. Ну, песня. Песня. Котлеты огромные, огромные. То есть одной будет вот достаточно к гарниру. Они, ну сколько вот. Вот по вот этот палец, почти как ладонь моя. Огромные, здоровые, красивые. Смотрите. Красота. Все, отношу их в морозильную камеру, замораживаю. А те, которые дожариваются, это уже на обед. Сейчас дети подгребут. Камилка первая приходит. Сейчас следом Алина, Тимур. И как раз вот такой будет обед. Покажу вам, какие они в готовом виде уже, когда сыр растаял на них. Всем привет, ребята. Всем привет. Вот такой у Камузьки красота получилась. Да? Вот такой у нее будет вкусный обед. У нас сегодня тоже перебила только с подливой. В школе? В школе? А ну пробуй котлетку. Вот так вилкой от ламы. Вы можете порезать ее? Давай я порежу. Ну что, вкусно? Котлета вкусная? Да. Ты советуешь моим подписчикам такой рецепт? Угу. Это она в садике услышала, когда что-то вкусное ест, говорит этот. Мама, самый лучший. Кто? Повар. Ну расскажи, как ты говорила. Мама, самый лучший повар. Ну котлету пробуй. Чего ты одну пюре ешь? Сыр бери. Помидорку. Вкусная котлета. Кокс. Коклета, поняли? Коклета. Еще у нас равно. Это равно. 7 плюс 2. Равно 9. Не равно, а равно. Коклета. Равно. Равно надо говорить. А ты говоришь равно. Котлета. 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 Пюре. Пюре, правильно, да. Пюре говорят. Я не люблю, когда говорят толченка. Не знаю, мы так никогда не говорили. Всегда говорили пюре. А еще говорят эти на макароны вермишель. Тоже это слово как-то мне не заходит. Макароны, макароны. Макароны вчера тоже были вкусные. Вчера тоже макароны, да, с сыром делали. Сыр тянулся, вкуснятина была. Да. Ну ладно, все, выключаю тебя. Ешь, пока. Ешь, отдыхай, и уроки будем делать, да. Так, девчонки, вот сегодня четверг. Принесли нам пакет. Вот, еще не открывала. Вот, это печенье тут всякие разные, видите. Печенье, конфеты. Вот такой большой пакет. Так, здесь вот эти треугольники с сыром. Чащь называют. Вот, видите. Еще теплые, теплые. Так, тут фрукты. Яблоко, мандарин большой. И вот лимонад наш. Груша, как раньше. Ну все, дети пришли со школы. Сейчас я их накормлю. Камилку уже накормила, напоила. Сейчас детей покормлю. Чай попьют, отдохнут и за уроки. Так, помню. Мандарин.